Всем привет! Я хочу для вас снять видео о том, что я положила в свою сумку для беременной. В сумку для родов и после родов. В общем, там она находится. Это обычная детская сумка, которую я всегда беру с собой на улицу. Решила не запариваться, использовать ее, потому что она достаточно вместительная, большая, все дела. Я надела футболку, которую нашла сегодня в шкафу, потому что раздевала шкафы. Конечно же, она мне маленькая, у меня кричит. Кузик из-под нее. Таким образом, я ни за что не выду на улицу. Я не чувствую себя комфортно, но вот дома можно ходить так. Так что давайте приступим, начнем. Я там отвлекаю детей как только могу. Дала им игрушки, забрала у малыша бимба. Но это совсем не означает, что у меня много времени. Вот так выглядит моя сумка. Она практически целиком заполнена. У меня остался небольшой маленький список того, что я еще не положила. Сейчас я вам его зачитаю. И после того, как я зачитаю список, я уже покажу, что внутри. Внутри, я думаю, что 85% уже всего, что мне понадобится, оно лежит. Итак, мне остается... Я делала скриншот, чтобы потом мне искать. Мне остается, короче, взять ложечку маленькую, чайную. Мне остается положить Теудадзеуд. Это удостоверение личности в Израиле. Мне остается положить карточку моей больничной карты. Моей больничной кассы. Я пользуюсь Клолит. Плюс мне нужно положить некоторую наличку, потому что я не хочу брать карту. Мой муж как-то странно на это отреагировал. Не знаю, почему. Мне кажется, что это как-то безопаснее. Хотя знаю, что в Израиле не воруют, но не знаю. Не знаю, может быть, я и не права. Может быть, стоит взять карту и вообще не париться про наличку. Эта наличка будет никому не нужна в роддоме. Собственно говоря, вообще деньги не будут нужны в роддоме. Но... А-а-а! Кстати, да, если я поеду на такси, скорее всего, так и получится. Потому что мой муж останется с малышами. Учитывая всю ситуацию сейчас в стране. Мы не знаем, как будет через месяц. То вот наличка как раз для такси понадобится. Ладно. Плюс мне нужна пилочка. Окей, положу пилочку. Да, она нужна. Документы от врача. Они, кстати, уже внутри. Телефон плюс зарядка. Да, это нужно будет доложить. Линзы плюс жидкость для линз. Да, потому что линзы на мне. А жидкость... Огромная банка в ванной стоит. Вода. Я не уверена, что она мне нужна для какого-то психологического успокоения своего. Вода, еда. И одежда малышу, кстати, тоже она уже есть. Поэтому надо сейчас этот лист немножко перефразировать. И несколько пунктов уже вычеркнуть. Потому что практически все, 92% у меня все уже в сумке лежит. Давайте же посмотрим, что там лежит. Все вытащила. Даже развернула некоторые пакеты. Теперь могу вам подробно показать, что я беру с собой в роддом. Здесь у меня находится мой альбом. Папка со всеми документами по беременности. Точнее, со всеми проверками. Со всеми УЗИ, тестами. В общем, все внутри, все 9 месяцев. Здесь же у меня лежит соска новенькая. Нук. У меня есть еще одна. Я ее оставляю дома. Одну возьму с собой. Здесь у меня таблетки от горла. Тьфу-тьфу-тьфу. У меня все в порядке. Но эти таблетки лежали в моей сумке. Я решила, пускай останутся. Они, между прочим, очень сладенькие, вкусные. По-моему, с клубникой. Да, струбери. И они просто... Если честно, когда у меня был токсикоз, он периодически появляется, я беру просто так и сосую эту конфетку. Как конфетку, точнее говоря, да? Не как таблетку. Короче, я решила, пускай лежит. Не вынимала. Вот здесь у меня лежит 10,5 шекелей. 10 и 50 огород. Так, израильские деньги выглядят. 10 шекелей. Похоже, очень на наши 10 рублей. Очень приятная монетка. Маленькая. А вот 50 огород. Одна-вторая шекеля. Она просто гигантская, тяжелая. И, ну, короче, такая вот. Пускай это уже будет, мало ли. Здесь у меня жвачка, которую я уже очень давно не жую. Не хочется совсем. Здесь мои очки. Да, потому что я использую линзы. Я использую очки. У меня две пары вообще есть. И вот одну пару я обязательно хочу взять с собой. Здесь у меня дальше идут всякие мыльно-рыльные принадлежности. Новая щетка. Резиночки. Сейчас покажу. Все. Расческа. Маленькая. Паста какая-то вот нашла в шкафу. Новая она, неоткрытая. Дезодорант. Мужской. Я использую мужской. Мне очень нравится. Что это у нас? Это у нас алкоджель для рук. Это у нас крем. Это бепантен. Плюс. И вот здесь у меня в одной... Вот в этой у меня шампунь. В этой баночке у меня гей для душа. Вроде бы все, да? Резиночки показала. Вот такой маленький аккуратный пакетик. Небольшой. С мыльно-рыльными принадлежностями. Дальше здесь у меня идут трусики для послеродового периода. Хотя в роддоме выдают прокладки. В огромном количестве. Ну, можно как бы убрать сколько тебе надо. Но вот это очень клевая вещь. В России точно есть такие. Может быть другая фирма. Да, у нас Life это израильская фирма. Но аналоги и правда классная. Классная штука. Очень удобно. Здесь у меня набор из трех масок. Я уверена, что в больнице выдадут маски. Потому что там масочный режим. Но все-таки возьму три своих на всякий случай. Здесь у меня одежда на выписку для малыша. Здесь у меня ничего нового нет. В плане того, что эта одежда принадлежит моим же деткам. Например, Михаил выписывался вот в этой кофточке. Но переосмыслила я, в общем, все мне задыхаюсь. Мне сестра мужа привезла одежду моих же деток. Которую я ей давала год назад. И переосмыслила в плане того, что решила не ездить в шелаф или в какой-то другой магазин. И не закупаться. Потому что на самом деле сейчас поскладировала все в шкафах. Так, поняла, что одежды более чем достаточно на неуборновский период. На период новорожденного. У меня сейчас очень много одежды именно для самых маленьких лялечек. Единственное, вот, кстати, носочки это Михаиля. Не знаю, мне кажется, это не для новорожденных. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. И, по-моему, кстати, у штанишек здесь закрытые ножки. Да, так что носочки не обязательно. Вот шапочка есть. Какие-то кофточки потеплее, полегче. Там внизу тоже кофточка. Ну, посмотрим, в общем, смотря, какая будет погода, когда мы будем выписываться. Ой, какое будет время суток. Да, что-то я не ожидала, что мне будет тут так неудобно самой примоститься с моим-то животом. Вот это вот моя одежда на выписку. Выглядит забавно. Здесь у меня просто юбка и просто маечка. Но, кстати, вот насчет этого надо подумать хорошо, потому что надо найти одежду, чтобы была она комфортная, чтобы мне было в ней хорошо. Носочки, салфеточки влажные, шлепки. Обычные мои шлепки. Это регион. Очень классное средство для успокоения нервов. Если честно, я принимаю его крайне часто. Сейчас в последнее время он мне помогает, успокаивает, расслабляет. И я решила взять с собой тоже, потому что знаю, что после родов гормоны, ой, как шалят, пробивает в слезы внезапно. В общем, это классная вещь. Может быть, она мне пригодится. Вот эти вот носовые платочки у меня просто были в сумке, я решила их не убирать. Так же, как и эта влажная салфетка. Это у меня салфетки с алкоголем. Влажные. Тоже обеззараживают. 70% спирт. Ну, алкоголь. И вот такие вот маленькие у меня снейки тут. Тоже решила взять. Мало ли, если ночью буду рожать. Тем более, что я буду одна. И Ашер уже не сможет побежать и что-то мне купить. Поэтому хорошо, если будет что-то такое небольшое пожевать. Ну, в общем, все. Вот это то, что я беру. Сейчас я все назад сложу. Мне самой даже было интересно посмотреть количество вещей. Их совсем немного, как можете видеть. Вот. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Может быть, оно было для вас полезным или просто интересным. Если вы живете не в Израиле. Потому что в каждой стране свои требования к сбору сумки в роддом. У нас такие. Помню, что в первые роды я привезла с собой огромную спортивную мужскую сумку. Она была просто забита вещами. Мне ничего оттуда не понадобилось. Это было так смешно. Я действительно ее не открывала. В первые вот часы достала зубную щетку, зубную пасту, дезодорант, шлепки и все. И все остальные полтора дня сумка просто у меня лежала, закрытая под кроватью. Занимала место свое. Ладно, буду все собирать. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Сейчас моя рубашка просто лопнет на мне. Серьезно. Просто лопнет. Но она такая красивая. И вообще, я очень соскучилась по нормальной одежде своей. В последние месяцы ношу постоянно, ежедневно, в футболке моего мужа, которые вообще-то мне как платье, но сейчас из-за животика они все выше и выше и выше поднимаются. И цвета у футболок Ашера, которые я ношу дома, все очень темные, мрачные. Хочется вот чего-то такого розовенького. Ладно, все. Увидимся в следующем видео. Bye-bye.